здравствуйте девушки добро пожаловать на мой канал меня зовут жанна санжак я визажист и сегодня я вам расскажу про очень важную деталь макияжа это инструменты я провожу очень часто обучающие ролики вебинары и очень много говорю именно про омолаживающий макияж очень актуально для девушек кому кто пребывает в таком шикарном возрасте в такой стадии зрелости конечно же мы не хотим выглядеть старше хотя бы на свой возраст или чуть помоложе и помогают нам сделать качественный макияж именно правильные инструменты это не обязательно какие-то супер дорогие кисти нет сейчас такие технологии что кисточка может стоить и буквально там не знаю там 100 200 300 тысяч рублей максимум и при этом будут восхитительное качество они должны быть синтетические или натуральные это выбор уже за вами но хочу сказать что новая синтетика который сейчас используется в производстве инструментов она высокотехнологична и она очень отличается от того что было раньше и есть кисточки которые могут наоборот испортить весь макияж даже если у вас хорошая дорогая косметика или не очень но при этом она качественная или у вас ваши кисти могут наоборот улучшить результат и облегчить вообще весь процесс поэтому давайте научимся правильных выбирать значит первый важный момент в макияже когда мы хотим видеть моложе это плавность линий и вообще чтобы макияж особо не считывался этот макияж называется по европейской технике вот тут очень важно чтобы были плавные переходы как только в макияже есть какая-то четкость это может быть например там не до конца растушевали румяна или у вас тени там они какими-то пятнами и так далее то в целом уже создается такое немножко вот как грязный эффект или может быть еще так что у вас достаточно хорошая косметика и есть возрастные изменения например когда лицо там где вы наносите пудру или румяна имеет определенный рельеф то есть тут появилась ямка здесь появился объем и когда вы наносите кисточкой румяна то эти румяна могут наноситься вот так вот пятнами те кто постарше уже это наверное понимает о чем идет речь поэтому чтобы не получилось вот этих пятен принципиально важно выбрать мягкую кисть и так девочки современная синтетика она называется таклон это синтетика которая очень она настолько нежная она настолько воздушно я бы даже так сказала у меня даже есть одна клиентка которая приобрела кисти для того чтобы укладывать ребенка спать двоих сыновей немножечко погладила по лицу это создает полный релакс что дети моментально расслабляются и засыпают поэтому когда мы делаем макияж у нас должен быть тоже такой знаете ритуал удовольствия и расслабления поэтому когда кисть имеет очень мягкую текстуру то когда вы наносите ее на лицо она когда скользит обволакивает и получается что нанесение текстуры становится более ровным качественным и как раз заполняет везде где-то необходимо если кисть не того размера или она жестковатая или неправильная форма сейчас объясню что значит неправильно это таким образом когда она скажем так а более жесткая вы начинаете наносить и она в итоге дает или полоски или пятна поэтому при качественном макияже точнее поэтому когда мы хотим добиться идеального результата нужно позаботиться о новых возможных инструментах тогда вы увидите насколько проще все это делается значит что касается лица для лица выбирается кисть которая достаточно большая ей можно нанести пудру и также этой кистью можно нанести и румяна или например еще загарную пудру кисть желательно чтобы по форме она была форме капельки когда есть вот это вот каплевидная обволакивающая форма то таким образом вы можете нанести так что у вас не будет никаких четких линий или пятен потому что если кисть она скошенная если кисть имеет какую-то трапециевидную форму то вот эти четкие грани когда вы набираете текстуру могут как раз нарисовать полоски важный момент при нанесении пудры особенно я очень часто рассказываю как сделать красивый такой живой цвет лица с помощью загарной пудры и как раз загарная пудра дает потрясающий эффект молодости но если при этом правильная кисть если неправильная то это может быть как раз такой эффект бэмби когда или пигментации поэтому кисть для пудры желательно чтобы она была достаточно высокая по высоте если она будет короткая и если она будет вот такая вот круглая и коротенькая то это совсем для других задач сейчас огромный выбор инструментов просто настолько тут ну миллион кистей и они для разных задач и когда речь идет о профессиональных визажистах и конкретных каких-то там макияжей то мы уже понимаем я возьму вот эту вот эту или вот эту кисточку так вот вам достаточно будет для личного использования как это например я делала для себя да как просто как 10 для женщины это вот такая кисть которая будет немного плоская вот здесь вот у основания чуть-чуть при этом она объемная при этом она каплевидной формы и достаточно длинная по длине она должна быть где-то более четырех сантиметров это важно 45 сантиметров тогда когда ворс не короткий он будет как раз вот обволакивать если он короткий то он не будет вот так рассеиваться по коже соответственно будет давать более плотное нанесение вот это важный момент что касается производителей то можно купить я уже сказала недорогую кисточку который будет давать такой эффект и там за 300 рублей есть кисти которые производят уже профессиональные бренды это знаю что вы смотрите с разных континентов поэтому вам нужно посмотреть именно те марки которые представлены вашем регионе в данном случае те кисти которые я показываю я укажу в чек-листе под этим видео значит что касается румян то это может быть эта же кисточка например как это делаю я я наношу загарную пудру для того чтобы придать эффект теплоты и кожи сейчас я покажу как это делаю мы берем вот эту волшебную кисточку набираем пудру со всех сторон то есть так как она все-таки немножко плоская набирается вот так с одной стороны и с другой стороны набрали у вас так как пудры загарные чаще всего они очень тонкие по своей консистенции поэтому вот так вот смело набирать можно но не все в данном случае у меня пудра живанши номер 5 поэтому она очень тонкая называть призма то есть она просто как вуаль поэтому я вот так вот достаточно смело ее и набираем дальше теперь важный момент вот у вас шикарная пудра вот у вас шикарная кисть но при этом все равно можно сделать из себя бэмби поэтому когда наносится например вот такая пудра или когда наносится румяна сейчас тоже покажу здесь очень важна техника так как кисть сама по себе мягкая просто волшебная достаточно просто получить удовольствие от ее нанесения и вы тут важно как бы ее держите относительно вашего лица то есть если вы набрали пудру на кисточку и начинаете делать вот именно перпендикулярно держите к лицу то таким образом вы будете в данном случае наносить средства только вот этим уголком да вот этим конусом этой кисточки и у вас получится пятна это один вариант когда может сделать ошибку второй вариант это когда когда мы можем наблюдать за некоторыми профессиональными визажистами если нужно сделать быстрый макияж они так наносят так вот очень быстро да вот такими движениями но тут хочу сказать что когда так делает мастер он прекрасно понимает что за средство на что он его наносит я имею ввиду какая была база подготовлена до этого какая кисть и вот тут ключевой момент интенсивность нажатия можно нажать сильно что кисточка посмотрите как она видите распределилась по всему лицу это будет один эффект а если вы делать это быстро но при этом еле-еле дотрагивайтесь как скользить и это будет другой эффект поэтому когда мы используем для жизни вы набираете опять же вот кисточку тоже важный момент посмотрите вот таким вот образом а не вот так вот если вы будете набирать вот так вот только на хвостик а потом наносить вот сюда то у вас вся пудра осталась здесь и вы наносите пустым местом и в итоге мы вы можете разочароваться самой пудре поэтому набираем на кисть со всех сторон начинаем наносить именно на центральную часть лица поэтому дотронулись чуть-чуть еле касаясь у вас кисточка вообще на лице не деформируется вы как будто бы просто скользить и это такое поглаживание она больше релаксирующие но за счет того что пудра имеет цвет и вот таким именно легкими движениями мы добиваемся идеального нанесения пудра тонкая на лице не остается ни следа но при этом приобретается теплый оттенок вот таким вот образом вы получается сделайте очень качественное нанесение что для нас принципиально важно и плюс вот этой же кисточкой я очень часто люблю делать в конце макияжа такой небольшой штрих для того чтобы сделать макияж такой более мягким что значит мягким и зачем дело в том что опять же когда мы становимся старше вот важный момент это чтобы были вот эти плавные линии они как будто бы наши четкость некоторых форм или морщин немножко обволакивают сглаживают поэтому если вы посмотрите на голливудских див то в основном вы как раз можете увидеть те которые выглядят просто совершенно это макияж который построен вот таком на эффекте блюра что такое блюр блюр это смягчение акцентов этого фотографии видео сейчас используется такой свет или фото фильтр или видео фильтр или корректируется после уже когда немножечко как бы идет расфокусировка поэтому чтобы создать вот этот вот на лице эффекта блюринга то нужно создать эффект мягкости поэтому вот этот прием с инструментами дает вот этот результат поэтому когда вы сделали макияж глаз вы берете эту же кисточку ну я так люблю делать и добавляете на ваш макияж глаз эту же пудру или румяна и таким образом так как кисть большая она не делает четких линий она тут же немножечко размывает полирует и получаются мягкие переходы идеально есть кисточки чуть поменьше они тоже хороши поэтому тут вы можете для себя посмотреть еще зависит размер кисточки которая для лица какое лицо личико может быть например вы не высокого роста миниатюрная и вас личико небольшой поэтому может быть такая кисть которую вы наносите вас пол лица просто из-за этой кисточки не видно или вы наоборот может быть девушка высокая и некоторые кисточки они могут быть настолько так как маленькие что когда вы наносите такой маленькой кисточкой или кисточка маленькая то вы можете создать опять же вот этот эффект полосок вы наносите вот такой кисточкой и у вас раз полосочка два полосочка нету полностью вот этого обволакивающего эффекта и еще кисть может быть плохая просто из-за того что вы ее давно не мыли обязательно нужно обрабатывать кисти не после каждого применения если мы говорим про свои кисточки индивидуальные но раз в неделю обязательно помойте ее шампунем ополосните бальзамом и высушите и она вот как новенькая кстати синтетики очень круто смывается текстуры с натуральных кистей текстуры снимается хуже поэтому если у вас натуральные кисточки то их может быть надо мыть чуть чуть почаще после того как у вас кисточка освободилась от количества косметики она опять приобретает мягкость плюс бальзам для волос тоже держит чудеса и плюс хороший аромат что касается кисточка для румян я использую честно говоря практически это уже точнее практически а это же и наношу румяна и вот тут я хотела вам сказать вот этот маленький нюанс по поводу того что могут пятнами ложится румяна из не из-за того что румяна плохие а из-за того что есть рельеф на лице поэтому когда вы набираете кисточкой румяна то лучше вот в данном случае когда вот например вы улыбаетесь может появиться ну вот допустим да вот этот вот рельеф вот у меня тут немножко есть и поэтому румяна они вот здесь пойдут и вот тут вот будет вот небольшая граница в этом случае лучше сделать вот так вот немножечко как будто бы свое личико натянуть и тогда у вас гладкая становится поверхность по которой кисточка будет лучше скользить как только вы улыбнулись или если вы не улыбаетесь а рельеф есть то кисточка она что будет делать вот например есть рельеф и она вот тут нарисовала а тут она проскочила здесь нарисовала здесь проскочила здесь нарисовала и в итоге тун 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 могут быть пятна вот это важный момент так что обратите внимание на свои инструменты и приобретите кисточку который будет давать не только хороший эффект технический а еще и полное удовольствие я надеюсь было полезно подписывайтесь на мой канал ставьте лайки и напишите новую тему для которую вы хотели бы чтобы я осветила до новых встреч